В данном видео я расскажу вам про одну совершенно отбитую, сумасшедшую и вместе с тем гениальную историю, раскрывающую жуткую тайну создания паровозика Томаса. Хотите больше роликов про странности мультсериала о Томасе и его друзьях, или же желаете услышать про криповые фанатские теории, ставьте палец вверх. Все события мультсериала происходят на вымышленном британском острове Содер, и если открыть его карту, то можно увидеть все железные дороги, по которым передвигаются главные герои. А вот если открыть эту карту, то можно пройти полный путь японского адмирала Ямамото Исороку в World of Warships, который был автором внезапной атаки на Перл-Харбор в 1941 году. Именно это нападение вынудило Америку вступить во Вторую мировую войну, а Япония получила временное господство на Тихом океане. Но как так получилось? Узнайте в новом короткометражном фильме Перл-Харбор от разработчиков игры. Редкие кадры документальной хроники, съемки с места боевых действий и главные эпизоды, воссозданные с помощью компьютерной графики. Попробуйте повторить подвиги знаменитых командиров и адмиралов. Принимайте участие в самых масштабных морских сражениях 20 века. Эсминцы, крейсеры, линкоры и авианосцы. Какой корабль подойдет под твой характер? Узнай сегодня! Регистрируйся по моей ссылке в описании и получи большой набор подарков. Премиальный крейсер Аврора, премиальный эсминец Тачибана Лима, 30 дней премиума, 1000 дублонов и 1 миллион серебра. Держи курс на World of Warships. Регистрируйся прямо сейчас! Как мы уже поняли из моего предыдущего ролика про Томаса, остров Содер является далеко не самым приятным местом для жизни. К живым паровозам, испытывающим полный спектр человеческих эмоций и даже боль. Часто относятся как к мусору и могут спокойно отправить на переплавку. Для детей железнодорожная серия Одри Уилберта кажется довольно забавным приключением, и они много из увиденного не понимают, либо воспринимают как нечто безобидное. Для взрослых же не все так однозначно. Именно поэтому на свет стали появляться разные фанатские фильмы ужасов по Томасу и его друзьям, а также бесконечное количество теорий, начиная от того, что паровозики – это рабы, и заканчивая жуткими историями создания всей живой техники на Содере из людей. Люблю приносить пользу! Сегодня мы с вами как раз одну такую историю и обсудим. Называется она Ангар-17 или Депо-17. Сперва нам показывают хорошо знакомые виды острова Содер. Сделаны они в 1982 году. За ними следуют те же самые виды, но уже в наше время. Содер полуразрушен, а все паровозики погибли. Что же пошло не так? Рассказчик говорит нам, что история Томаса на самом деле полна ужасов и жутких тайн, ответы на которые хранятся в Депо-17. Что ж, самое время нам о них узнать. Правда, для этого мы должны сначала перенестись на много лет назад, в 1945 год. Только что закончилась Вторая мировая война. Остров Содер, как и положено уединенному и неприметному местечку, был войной почти не затронут. В то время он служил эдаким лагерем для размещения немцев, проживающих в Англии. Именно тут и оказался один из главных героев всей нашей истории – профессор Вильгельм Готце. Он родился в 1903 году в Мюнхене в Германии. Являясь доктором биологических наук, в 30-х годах он быстро занял очень влиятельный пост в набирающий силу партии Адольфа Гитлера. С началом войны в 1939 году Вильгельм Готце с женой и четырехлетним сыном Гансом бежали из Германии в Англию. Во время допроса профессор рассказал, что занимал лишь незначительный пост в национал-социалистической немецкой рабочей партии. Он испытывал отвращение к политике и действиям Гитлера. А секретные проекты, которыми его хотели заставить заниматься, и вовсе приводили его в ужас. На деле же рыльца Вильгельма Готца было в пушку. Он с большим рвением проводил разные жуткие опыты, и они вызывали больше вопросов и негатива, чем одобрение и поддержки. Оказалось, что Готца занимался генетическими разработками, которые на тот момент считались передовыми и не имевшими аналогов. Его эксперименты пугали окружающих, и по мере их развития поддержки у профессора становилось все меньше и меньше. Боясь за свою жизнь и жизнь своей семьи, Готца скоро бежал в Англию. По прибытию их разместили в лагере на острове Содер, где они стали вести тихую и неприметную жизнь. Вильгельм лично обучал своего сына, а когда Гансу исполнилось 18 лет, он поступил в университет, где стал и дальше изучать биологию и инженерное дело. Мальчик был таким же гением, как и его отец. А после завершения обучения даже написал несколько передовых работ по вопросам генетики и совмещения человеческого тела с механическими имплантами. Но в то время предложения Ганса Готца были ну слишком невероятные, и правительство Великобритании отказалось от реализации подобного проекта, не оказав юноше никакой поддержки. Поэтому он был вынужден искать ее в другом месте, а именно на острове Содер. Ганс знал, что его папа бежал из Германии не голышом, а прихватив с собой достаточное количество сбережений. Поэтому он вернулся домой. В 1962 году Ганс Готца открыл Содерский научный центр. Поначалу это была всего лишь однокрошечная лаборатория, но благодаря своим передовым разработкам в области медицинского оборудования вскоре она превратилась в огромный исследовательский комплекс, связанный между собой Содерской железной дорогой. Спустя пару лет Ганс знакомится с очаровательной Эбби Коллинз. Они женятся и в 1968 году на свет появляется Кроха Томас. Самым любимым занятием любознательного малыша было наблюдение за поездами. Он с восхищением смотрел, как железная дорога, благодаря усилиям компании его отца, постепенно окутывает весь остров Содер. Ну а самыми любимыми у Томаса были, конечно же, паровозы. Паровозы к тому моменту уже уходили в историю, вовсю заменяясь более современными аналогами. Но Ганс и его сын любили этих динозавров, а потому на Содере они были основной железнодорожной техникой. Однако по мере развития Содерская железнодорожная система была в итоге взята под контроль единой британской. Также был прислан новый инспектор, которого все местные стали называть жирным ублюдком. Было за что. Он отправлял в утиль паровозы, увольнял рабочих, закрывал целые линии станции. На Содерскую железную дорогу ему, судя по всему, было наплевать. Казалось бы, все потеряно, но судьба решила по-другому. Вскоре Содер ожидал крайне удачный и прибыльный для острова поворот. Произошедший, как бы странно это ни звучало, из-за одной трагедии. Малыш Томас вместе с друзьями любил ходить вдоль железнодорожных путей. Он ждал паровоза, желая снять их на свою камеру. Однажды такое увлечение привело к непоправимому. Ганс Гетце был убит горем. Он закрылся в своей лаборатории и больше не выходил из нее. Через некоторое время к нему присоединился его престарелый отец Вильгельм. Еще через несколько дней главная лаборатория была закрыта для всех сотрудников. Как и один из ангаров по обслуживанию поездов. Все производство было остановлено, но Ганса и Вильгельма это, судя по всему, не волновало. В ДП-17 доставляли большое количество разного оборудования. Но никто так и не знал, что же там такое происходит. По всему Содеру поползли разные слухи. Многих волновал вопрос, почему не было похорон малыша Томаса и где вообще его тело. Судя по всему, он находился в главной лаборатории. Но что с ним там делали? Через год после несчастного случая двери ДП-17 открылись. Из них выкатил паровозик Томас. Он открыл глаза и стал здороваться с окружающими. Складывалось впечатление, что мальчик не понимал, что с ним произошло. Собравшимся же людям стало не по себе. Произошедшее стало самой настоящей сенсацией. Весь мир обсуждал создание живого паровоза. Для некоторых это было нечто удивительным, на что следовало обязательно съездить и посмотреть вживую. Другие стали обсуждать вопрос этики и жестокости по отношению к телу ребенка. Третьи твердили о скором порабощении мира машинами. Ганс и Вильгельм игнорировали все вопросы, кроме одного. Когда спрашивали, будет ли Томас работать на железной дороге, они говорили строгое нет. Как позже выяснилось, ДНК Томаса было переработано таким образом, чтобы его можно было совместить с конструкцией паровоза. Двигатели и другие детали заменяли органы ребенка. Всех волновал вопрос, а как много осталось от самого Томаса внутри? Как много было механических деталей? Сколько было органики? Многие переживали, что работа двигателя и источаемый жар могли изнутри повредить органы живого паровоза. Или вовсе сварить его заживо. Но Томас функционировал исправно. После представления Томаса всему миру, на Ганса его отца посыпались десятки тысяч предложений. Люди хотели, чтобы их также превратили в паровозы. За проведение такой операции некоторые были готовы платить миллионы долларов. Хотели подобного и люди со смертельными заболеваниями. Они надеялись таким образом избежать гибели. Но на все такие предложения Ганс Гетц отвечал отказом. Предприимчивый поганый инспектор увидел во всем этом золотую жилу. Махинациями, угрозами и разными насильственными действиями он в течение нескольких недель умудрился прибрать к рукам Содерский научный центр. Сразу после этого все силы компании были брошены на создание живых паровозов и другой техники. Все, кто мог себе это позволить с финансовой точки зрения, проходили необходимые изменения. Затем поменялась и другая важная деталь. Если раньше живые паровозы не должны были работать на железной дороге, то теперь их обязали это делать. Условия были самые что ни на есть рабские. Паровозы работали без перерыва, таская грузы и развлекая туристов, что в конечном итоге привело к проблемам. Первым из-за нагрузок погиб Эдвард. Снимаясь в передаче, он должен был погудеть детям на платформе. Мозг Эдварда не выдержал и попросту лопнул. Следующий инцидент произошел с живым дизелем по имени Мэвис. Заправленная машина воспламенилась, из-за чего все ее внутренние органы сгорели. Человек по имени Гарольд был превращен в вертолет, но из-за особенностей его конструкции ему было запрещено летать. Как оказалось, успешных операций по изменению людей практически не было. Большая часть экспериментов протекала неудачно со смертельным исходом, но о таком никому не сообщалось. Участников заставляли подписывать документы о неразглашении тайн и отказа от претензий в том случае, если что-то пойдет не так. Нередко превращения проходили успешно, но в процессе человек становился овощем. Часто безмозглые или уже мертвые паровозы все равно размещались на всеобщее обозрение. Их тискали и фотографировали туристы, не подозревая о том, что с ними случилось. Правда, и такие создания периодически ломались. Например, у Перси во время съемки оторвалась голова. Многие задавались вопросом, почему все паровозы такие ненадежные и часто выходят из строя. А самый первый, Томас, работал настолько хорошо и ни разу не поломался. Как бы то ни было, но Содерский научный центр под руководством ублюдского инспектора начал продавать секреты создания живых паровозов другим странам. В них совершенно не заботились о состоянии получаемых существ. На обозрение публики, словно в каком-нибудь фрик-шоу, выставлялись даже самые неудачные эксперименты. Ганс Гетц, видя, что делают с его разработкой, уволился из Содерского научного центра, в котором уже не имел никакого влияния. А его отец и вовсе пустил себе пулю в голову. Дальше стало все только хуже, особенно после инцидента с Гордоном. Во время запуска паровоза что-то пошло не так. Живая машина попросила ей помочь, но жирная мразь остановила рабочих и приказала все заснять на камеру. Ему было интересно, что произойдет. Пар шел изо всех щелей паровоза. Гордон в буквальном смысле сварился изнутри. Из-за последующего взрыва Содерский научный центр охватил пожар. Было решено вывести пострадавших на вертолете Гарольда, несмотря на возможные риски. Однако все закончилось трагедией. Оказалось, что из-за особенностей конструкции во время запуска двигателя все внутренние органы Гарольда попросту намотались на лопасти. И их раскрошило фарш. Вход на территорию центра закрыли, и рабочие начали заметать следы. Трупы и детали от паровозов вывозили при помощи Генри по ночам, а затем скидывали в море. Однажды Генри направили по неправильному маршруту, и он случайно оказался в депо 17. Именно тут когда-то и был создан Томас. Генри заехал внутрь, а когда выехал, он был сам не свой. То, что он увидел внутри, напугало его до глубины души. Паровоз стал задавать неудобные вопросы говнюку-инспектору, но диалог не привел к какому-то положительному результату. После Генри оказался в одном депо вместе с Томасом. Он не хотел ничего рассказывать своему другу, лишь предупредил, что ему следует держаться подальше от депо 17. На следующий день поганый инспектор направил Генри с заданием по старым полуразрушенным путям. Мерзкий человечек спланировал все таким образом, чтобы паровоз столкнулся с другим своим коллегой, перевозившим цистерны с бензином. Все, кроме Генри, погибли. Его в искалеченном виде направили в плавильню, якобы для ремонта. На деле же его переработали. Томас сразу же понял, что Генри был уничтожен из-за информации, которую он располагал. Поэтому на следующий день, с небольшим количеством угля без машиниста и кочегара, он решил направиться к Содорскому научному центру. Вскоре он оказался перед депо 17. Именно здесь и хранился ответ, почему Томас работал так хорошо, а все последующие эксперименты почти всегда проваливались. Оказалось, что получившийся Томас был далеко не первая попытка его отца создать живой паровоз. Внутри депо 17 находились самые разные образцы жутких опытов, прошедших неудачно. Это было вполне логично. Ганс и Вильгельм не имели больших практических навыков создания совмещенных живых организмов с машинами. Они во многом действовали на ощупь. Получившийся в конечном итоге паровозик Томас, который был представлен всему миру, обладал всеми воспоминаниями, знаниями и чувствами Томаса ребенка. Как и сотни неудавшихся экспериментов в Депо 17. Многие из них были уже мертвы, но некоторые все еще функционировали. Увиденное шокировало Томаса. Он стал эмоционально нестабильным, что привело к повреждению его конструкции. Его обшивка лопнула, из нее вылезло то, что Ганс скрывал от всего мира. В 1983 году создание живых паровозов было запрещено на территории Великобритании, а позже и всей Европы. Толстяк-инспектор пропал, и попытки его найти не увенчались успехом. Томас все еще находился в специальной лечебной камере, где ему было сделано 23 операции по реконструкции тела. Остров Содер с закрытием научного центра и спадом туристической активности превратился в забытое богом место. В Китае и ряде других стран создание живых паровозов продолжилось. Тут подобная практика превратилась в метод наказания всех политических заключенных, которых затем использовали в качестве рабской силы. Вот такие дела. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте свой паровозный палец вверх. Спасибо, если вы мусорите в поезде, помните, что поезд может на вас обидеться. Оказалось, что Гетц занимался генетическими разработками, которые на тот момент считались передовыми и не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. В 1962 году Ганс Гетц открыл со-сосо-сука. Они женятся и в 1968-ом... Чтоб тебе это сверло в жопу вошло. Другие стали обсуждать вопросы этики и жестокого по отношению к телу по отношению. Махинациями, угрозами и разными насильственными Салом разотной твари инспектор запретил тушить огонь. Так, по-моему это уже слишком. Сразу после этого все силы компании были брошены на создание живых паровозов у другой техники. Скотина сверлящая, чтобы у тебя писька отсохла. Злился подо мной, паровозик мой, ночью он мчал меня домой. Глядя на поля, не заметил я, что Томас чешет прямо на меня. И раздался крик во мгле, кровь в лицо попала мне. Томаса в фарш я превратил и погнал, чтоб было сил. Хе-хей! 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 Хе-хей!